Всем привет! Слава Украине! Новости из США Игоря Озенберга читает Юрий Рашкин. Середа, четверг, 5-6 октября, 22-го... Официальные сообщения пресс-офицера Объединенного комитета начальников штабов полковника Дэйва Батлера. Цитата. 6 октября 22-го года. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли поговорил сегодня по телефону с главнокомандующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Председатель подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам. Конец цитаты. Нужно отметить, что генералы Милли и Залужный только за последние две недели говорили друг с другом пять раз 22-го, 23-го, 26-го сентября, 2-го и 6-го октября. Президент Байден и его администрация крайне огорчены согласием Саудовской Аравии на снижение странами ОПЕК плюс добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день. Это решение приведет к росту цены на нефть, росту цен на нефтепродукты и другие виды топлива, а значит, оно приведет и к росту, и без того очень высокой инфляции в странах G7 и ЕС. Разочарование этим решением высказал президент. Белый дом опубликовал заявление советника по национальной безопасности Джейка Салвана и директора Национального экономического совета, являющегося главным экономическим советником президента Брайана Диса. В нем, в частности, говорится, цитата, Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК плюс сократить квоты на добычу нефти, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимися негативными последствиями вторжения Путина в Украину. В то время, когда поддержание глобальных поставок энергоносителей имеет первостепенное значение, это решение окажет самое отрицательное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые и так уже страдают от повышения цен на энергоносители. Реальность такова, что и в США цена на бензин начнет снова расти после некоторого снижения в течение последних трех месяцев. А это означает недовольство людей. Рост цен и на другие энергоносители, а значит и рост цен на электроэнергию, и рост цен и расходов на отопление. Рост цен на энергоносители и энергии неизбежно приведет к росту цен на другие товары и услуги, то есть к дальнейшему росту инфляции. Учитывая, что в США 8 ноября пройдут выборы в Конгресс, Саудовская Аравия за месяц до этих выборов сделала большой подарок американским республиканцам, который получит возможность в течение месяца перед выборами усиленно обвинять в росте цен Байдена, его администрацию и демократов. Также большой подарок Саудовская Аравия сделала и Путину, поскольку любое повышение цены на нефть дает ему новые деньги, даже в условиях, когда он продает нефть Китаю и Индии с большой скидкой, когда через два месяца заработает механизм ограничения цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Цена со скидкой и потолочная цена, по которой Россия сможет продавать нефть при ограничении на нее цены, рассчитываются от действующей рыночной цены на нефть. Видимо, также не зря у саудовского наследного принца и фактического правителя Саудовской Аравии МБС большая дружба с Трампом. Не зря он вкладывал большие деньги в бизнес трамповского зятя. На брифинге в четверг в Пентагоне его пресс-секретарь, бригадный генерал Пэт Райдер, отвечая на вопрос о возможности применения империи зла ядерного оружия, ответил, что США внимательно наблюдают за возможными ядерными приготовлениями. На данный момент нет указаний на то, что они проводятся, и США считают, что Путин пока что не принял решение о том, что он будет использовать ядерное оружие. Пэт Райдер подтвердил, что следующая встреча контактной группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Украине пройдет в следующую среду, 12 октября в Брюсселе. Там же состоится встреча министров обороны стран НАТО. Пэт Райдер также заявил, что в ответ на очередной провокационный запуск Северной Кореи баллистической ракеты над Японией, США и Япония и Южная Корея проведут совместные учения в Японском море, в ходе которых будут проводиться запуски баллистических ракет. Со стороны США в учениях примет участие авианосец Рональд Рейган. И сопровождающие его корабли. Со стороны Японии два эсминца. И со стороны Южной Кореи один эсминец. Газета New York Times со ссылкой на источник в администрации сообщила в среду, что взрыв автомобиля, в котором погибла дочь главного идеолога расшизма и евразийства Александра Дугина, Дарья, был организован, как выразилась газета, частью людей в руководстве Украины. Таково, по словам газеты, заключение американской разведки. Целью этой операции был с очень большой вероятностью сам Дугин, который в последний момент сел в другую машину. Газета указывает, что представители Украины не сообщали американским коллегам о намерении осуществить такую операцию. Президент Джо Байден в четверг издал указ о помиловании всех осужденных федеральными судами за хранение марихуаны и находящихся под следствием, проводимой федеральной прокуратурой по той же статье Уголовного кодекса. Президент принял в четверг участие в церемонии начала строительства фирмы IBM в городе Пукипси в долине Гудзона в штате Нью-Йорк большого центра по производству интегральных микросхем. Также в штате Нью-Йорк компания Micron построит в городе Сиракуза центр по производству микросхем памяти. Это первые плоды реализации закона ЧИП, принятого Конгрессом летом по инициативе президента и его администрации. Главная цель закона – вернуть производство микросхем в США, чтобы прекратить зависимость от импорта в этой важнейшей отрасли. Президент Джо Байден побывал в понедельник и в среду в районах больше всего пострадавших от недавних ураганов Фиона, Пуэрто-Рико, где погибли 25 человек, и Иен, Флорида, где, по последним данным, погибли во время урагана на прошлой неделе 129 человек. Во Флориде президент встречался с республиканским губернатором Ди Сантисом, вторым после Трампа в популярности человеком республиканской партии и своим политическим противником. Президент и губернатор вместе посетили наиболее пострадавшие от урагана района и, выступая перед журналистами, сказали, что штатные и федеральные службы по чрезвычайным ситуациям тесно сотрудничают и делают все возможное для оказания помощи пострадавшим. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и, как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушайте Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто уже это делает. И спасибо всем, кто поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне. Новости из США Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин. Слава Украине и God bless America! Редактор субтитров А.Семкин